Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. В эфире новости Анапа-регион. Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Праздник детства. Флэш-мобы, пленеры, концерты и фестивали. Как в Анапе отметили Международный день защиты детей. Все в сухой траве и таких живых домов сегодня во всех населенных пунктах предостаточно. Внимание, пожароопасный период. На внеочередном заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций решали, как бороться со стихией. Ну, а видите, как получилось. Для себя, для себя первенство Европы. Борьба за выход в полуфинал. В Анапе прошли соревнования по уличному баскетболу на Кубок губернатора. Начнем с события, которое прошло накануне и бесспорно стало отличным подарком в преддверии Международного дня защиты детей. Оказать помощь в укреплении материальной базы пообещали депутат Государственной Дома России и спикер Кубанского парламента, руководителю Анапского детского сада «Пчелка». Вместе с главой Анапы высокие гости побывали в учреждении, пообщались с воспитанниками и их родителями. Конечно, не обошлось без подарков для учреждения и малышей. Таких детских садов, как «Пчелка» не то что в Анапе на территории края единицы. Здесь работают с детками, имеющими нарушение опорно-двигательного аппарата. Развивающее и оздоравливающее пространство создают буквально на каждом углу. Сейчас, например, педагоги придумали тропу здоровья. Все вот эти вот будут заполнены емкостью, только натуральным песком, галькой. То есть в прохождении детей будет массаж стопы, что немаловажно будет. Решение принять участие в благом начинании рождается моментально. Сделайте вот эти дорожки, чтобы детки ходили, ножки, вот это на камушках. Они там разные, гладенькие, галька есть. То есть ее укладывают ребром? Ребром и так укладывают, а мы найдем средство оплатить. Хорошо. В этом году детскому саду 80 лет. Несмотря на почетный возраст, учреждение – одно из самых успешных в Анапе. Сегодня в Пчелке 110 воспитанников. Педагоги используют лучшие инновационные методики для восстановления здоровья своих подопечных. Приехать накануне Международного дня защиты детей без подарков гости не могли. Сплит-система сладостей и решение помогать в дальнейшем. Такой наш небольшой подарок – кондиционер и будущая смета на изготовление тропы здоровья. Поддерживать существующие и строить новые дошкольные учреждения – задача номер один, причем для всех ветвей власти. Юрий Федорович, это вот мы о чем говорим сейчас. Что касается застройщиков, мы уже вот говорим, 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 говорим. У нас очень большой приток населения, и особенно Анапа, Геленджик, Сочи. Ну, мы что можем, конечно, делаем по возможности и за счет бюджета, и за счет дотаций, и за счет вложений. Но надо бизнес привлекать. Юрий Федорович, ну, сегодня мы подготовили площадки под детские сады, разрабатываем техническую документацию. На Крымской мы строим садик, уже фундамент начали, все, деньги есть, все. Мы планируем построить в воскресенке садик, то есть мы движемся, но, естественно, потребностей больше, потому что миграционный поток намного выше. Знакомство с детским садом у гостей оставило самые положительные впечатления. Представители законодательной власти пообещали, что это не последний их визит. А сегодня глава Анапы Юрий Поляков находился с рабочим визитом в Сочи. Здесь проходило совещание в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу. На нем обсуждали вопросы, касающиеся транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности в сфере пассажирских перевозок. В Анапе городские и пригородные маршруты регулярных перевозок обслуживают 9 автотранспортных предприятий. В пассажирских перевозках задействовано 352 автобуса и почти 400 водителей. Внимание! В Анапе введен особый противопожарный режим. А это означает категорический запрет на выжигание сухой травы и камыша, разжигание костров в лесах и на приусадебных участках. Сегодня на экстренном заседании КЧС обсудили дополнительные меры защиты территории курорта от огня. Поручение всем службам дал заместитель главы Анапы Валерий Королев. Вдвое возросло количество возгораний в мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Две причины пожаров видят специалисты – природные и человеческие факторы. На первый план выходит разъяснительная работа с населением. Валерий Королев приводит в пример вчерашний пожар в Цибанобалке. Если подожгли дети, значит им надо напоминать об опасности. Надо собирать детей, родителей, с ними проводить работу. Есть зоны, вот уже и Благовещенки Сокол знает, у вас есть, в Ветязево есть зоны, потенциально опасность для... Их статистика даже есть, они постоянно нам приносят проблемы. И наши пожарные части, и нам в том числе. Вот и начинать нужно с этих зон, где наиболее вероятно поджоги эти происходят. Пожарные еще раз объедут все округа и проверят, как обеспечены первичные меры пожарной безопасности. Еще раз вернусь, да, по угрозе, по выкосу от жилых домов, по косу, прилегающим жилым домам. В таких случаях на сегодня еще достаточно очень много. Ежедневно мы приезжаем, и у нас, доходя до забора, все в сухой траве, и таких жилых домов сегодня, во всех населенных мунктах, и достаточно было. Нерадивые домовладельцы и собственники сельхозугодий должны нести наказание за свое безответственное отношение. Валерий Королев призвал активизировать меры административного воздействия. Тем более, что с сегодняшнего дня введен особый противопожарный режим. При этом в два-три раза увеличиваются штрафы. Отдел надзорной деятельности в этих условиях может на любом объекте провести внеплановую проверку. Также в лесной зоне и на особо охраняемых территориях вводится запрет или ограничение на посещение. И вводится запрет на все виды разведения открытого администратора. Неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности и бдительность позволят защитить наш город от огня. И главные события этой недели в Анапе отметили Международный день защиты детей. Флэшмоб, краски лета и интерактивная программа «Правила счастливого детства», интеллектуальный квест, клуб «Сезнайк» и фестиваль «Музыкальная палитра». Как праздновали 1 июня на главном детском курорте страны в нашем сюжете. Потому что детство веселая пора, детство вечная игра, детство вечных чудес. Концертные номера чередовались с веселыми, а иногда и поучительными играми. На театральной площади сегодня побывали тысячи анапчан и гостей города-курорта. Почти все взрослые с детьми. У Владимира Мартынова четверо. У старшей дочери сегодня день рождения. Поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе здоровья, счастья, благополучия, чтобы ты радовала родителей. Люблю тебя. Семья приехала из подмосковного города Электросталь. В Анапе проведут около месяца. Нравится то, что здесь у вас очень много парков, аллей, для детей развлечений очень много. Море пока еще, конечно, не теплое, но сам воздух полезный для здоровья. Работали самые разные интерактивные площадки. Можно было сыграть в шахматы, приобщиться к литературе или даже живописи. Любой желающий мог нарисовать человечка, любимого героя. После того, как фрагмент закончен, урлом поворачивали. Акция называется «За жизнь». Вечером стометровое полотно развернули, чтобы получился символический хоровод. Мы призываем молодых женщин и мужчин, молодые семьи, заводить детей, не бояться этого чуда, оставлять, сохранять жизнь еще нерожденным деткам. Для начинающих художников праздник – хороший повод для практики. Они делают зарисовки тех, кто гуляет напротив. Это не портреты, просто наброски. На одну фигуру у Аллы уходит примерно по 5-10 минут. Все-таки праздник, много людей, многие из них стоят, что позволяет их быстро зарисовать. Чем больше рисуешь, тем у тебя повышается качество рисунка. То, что не так просто передать на холсте или бумаге – настроение первого дня лета на главном детском курорте страны. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В День защиты детей случаются настоящие чудеса. Один из анапских предпринимателей принял в своем парке развлечений воспитанников анапского детского центра. Качели, карусели, машинки. На всех аттракционах ребята могли кататься сколько душе угодно. Причем совершенно бесплатно. Для воспитанников реабилитационного центра это действительно настоящий подарок. Девочки тут же облюбовали карусели, а мальчишки предсказуемо выбрали стрельбу из пневматического оружия. С этим парком мы сотрудничаем практически регулярно. Уже несколько лет подряд нас зовут в гости. Угощают мороженым детей. Педагоги нашего центра выражают огромную благодарность руководителям этого парка. Когда они нас зовут, то у детей появляется возможность как-то скрасить свои будни. Детский центр находится в Юровке. Таких развлечений там немного. На некоторые аттракционы, по словам ребят, они попали впервые в жизни. Мы все имеем в душе сострадание к каким-то трудным ситуациям, в которые попадают люди периодически. Мы православные люди должны чтить наших традиций, которые были заложены поколениями. Надо делать добро. Добро правит миром и всегда побеждает. Они впечатления пронесут через весь год. И эти улыбки стоят значительно дороже, чем любые деньги. Будем и дальше сохранять все наши традиции, заложенные с первого дня открытия нашего предприятия. По словам Евгения, такие праздники для ребят он намерен сделать ежегодными. И очень надеется, что другие предприниматели возьмут его опыт на вооружение. Руслан Душевский, Анапа-регион. Разнообразна была не только культурная и развлекательная программа. В этот день прошло много спортивных соревнований. Около 30 команд из Анапы и сельских округов приняли участие в первом этапе турнира по уличному баскетболу на Кубок губернатора. Участников приветствовали их сверстницы из станицы Гостогаевская. Они привезли две золотых медали с чемпионата Европы среди юниоров, который прошел в Болгарии. На построении порядка трех десятков команд. Участников приветствовали чемпионки Европы по боксу среди юниоров. Чемпионат недавно завершился в Болгарии. Надежда Голубева, можно сказать, выросла в зале, который находится в станице Гостогаевской. Ее старшая сестра – тренер. Для себя. Я говорю, пусть девчонки приходят, мешок побьют. За себя смогут постоять на улице. Не надо высоких спортивных игроков. Для себя. Ну, а видите, как получилось. Для себя, для себя первенство Европы. Чтобы получить медали, пришлось побеждать сверстниц из Италии, Норвегии, Англии, Украины. С одной стороны, настрой был только на победу. С другой – понимание, что слабых соперников там нет. Для Карины Коробовой победа стала сюрпризом. Боксом она занимается полтора года. Вообще просто не передай словами, грубо говоря. Ну, просто до сих пор не верится, что такие вот, так получилось. Это космические какие-то такие эмоции, наверное. Просто переполняет и страх, и радость. Ты не понимаешь, что вообще ты испытываешь. Просто не передай словами. Организаторы не исключили, что где-то среди участников баскетбольного турнира есть будущие чемпионы. Как правило, Анапа занимает лидирующее положение в Краснодарском крае. В целом на Кубани по охвату детишек, занимающимся этим видом спорта, по массовости и, безусловно, по результативности. От имени главы муниципального образования города-курорт Анапы Юрия Федоровича Полякова, от себя лично поздравляю вас, ваших родителей. То, что вы сегодня участвуете в этом первенстве Краснодарского края, это уже ваша заслуга. Стритбол стремительно завоевывает популярность во всем мире. Прежде всего из-за доступности. Нужна небольшая асфальтированная площадка с простой разметкой и одно кольцо. При этом сама игра достаточно динамичная. Трехочковый в исполнении Евгения Зубкова. Он и его друзья занимаются в спортивной школе номер 10. Я вижу, что они постоянно держат трехсекундную зону. Я решил постоянно трехочковую кидать. И так получилось забить. Их соперники – команда из поселка Виноградный. Одного из самых спортивных сельских населенных пунктов в этом поединке. Победа за анапчанами, однако, все только начиналось. Победители выйдут в промежуточный тур, а в начале июня в Краснодаре определят обладателей губернаторского кубка. Александр, Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В этом году анапскому филиалу Московского педагогического университета исполняется 20 лет. На отчетном концерте студенты и педагоги подвели итоги плодотворной работы, а также наградили самых активных вузовцев. За 20 лет в стенах педуниверситета тысячи студентов получили качественное образование, а сам университет по праву считается одним из центров культуры и образования Анапы. Каждый год филиал Московского педагогического университета выпускает порядка 250-300 человек, 15% которых – обладатели красных дипломов. По традиции, на итоговом мероприятии студенческого совета отличившихся вузовцев благодарят за активность и отличную учебу. Состав МПГУ – настоящая кладезь талантов – поэты, танцоры, художники и исполнители песен. Мы считаем, что за эти 20 лет мы дали возможность студентам получить высшее и среднее профессиональное образование. А это будущее, а это работа, а это карьера, а это будущие планы на жизнь. Поэтому самое главное, что сегодня молодежь имеет возможность получить хорошее, качественное образование и диплом Московского университета на территории нашего города. Ну и, конечно, возможность развиваться, возможность реализовываться, возможность воплощать в жизнь самые свои смелые студенческие молодежные идеи. 2018 год объявлен годом волонтеров России. Анапский филиал педагогического университета ведет активную работу в добровольческой сфере. Социально значимый проект «Мы помним прошлое, спасибо за будущее» был подготовлен к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Студенты ежегодно принимают участие в поздравлении ветеранов. Все участники проекта закреплены за пожилыми людьми и оказывают им различную поддержку. Цель этого проекта – это помощь пожилым людям, бытовая помощь, социальная помощь. То есть я очень благодарна своим ребятам. Они независимо, есть ли время, нет у них времени. То есть они уделяют особое внимание этим людям и люди благодарят. На итоговом мероприятии студенческого совета университета студенты собрали капсулу времени. Каждый положил в нее послание будущим студентам или значимую вещь, олицетворяющую университет. Ее откроют через пять лет. Приятным завершением мероприятия стал праздничный торт. Педагоги вуза уверены, следующие 20 лет будут такими же продуктивными и насыщенными. В ближайших планах МПГУ развивать волонтерское движение и студенческое самоуправление, а также открывать новые востребованные специальности. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион. Как поется в популярной песне, лето – это маленькая жизнь. И сколь велико желание прожить эти жаркие месяцы красочно, эмоционально и от всей души. Ярких красок хочется добавить и в летний гардероб, где можно приобрести одежду и обувь для всей семьи и при этом не упустошить семейный бюджет. Расскажем в сюжете. Мега ассортимент по доступным ценам – вот девиз деятельности магазинов «Мегамир», которые уже оценили многочисленные покупатели не только Анапы, но и Краснодара, Армавира, Новороссийска. Сеть постоянно развивается и на днях состоялось открытие третьего в нашем городе магазина на улице Горького. Очень красивый, просторный магазин с большим выбором обуви для всей семьи. Разных расцветок, для разных сезонов и разных размеров на любой вкус. Для летнего гардероба в «Мегамире» можно найти огромный выбор одежды, причем как детской, так и мужской, и женской. Купальники и шляпы, пляжные сумки и туники, большой ассортимент футболок, платьев. Модница оценит интересные модели нижнего белья. И обувь также найдется на любой вкус. Причем можно подобрать вещи как классического стиля, так и спортивного и молодежного. Я студентка, всегда есть скидочки. Очень хороший выбор и белье, и обувь, сумки, все есть. Здесь же можно приобрести одежду и обувь не только для летнего гардероба. Причем сейчас действуют скидки до 70%. Покупатели любого возраста найдут здесь вещи по душе. «И для дачи есть, и для дома, и, ну, очень хорошо. Очень радует, так как мы пенсионеры. Мы очень часто и посетители таких магазинов». Приложение товаров для всей семьи не ограничивается только одеждой и обувью. В «Мегамире» огромный ассортимент сумок, чемоданов, а также текстиля для дома, а теперь и аксессуары для телефонов. И что немаловажно, при покупке можно получить дисконтную карту. В «Анапе» магазин на сети «Мегамир» вы можете найти по адресам Анапское шоссе 16, рядом с гипермаркетом «Магнит», улица Красноармейская, 9А, и теперь еще по новому адресу – Горького, 9Б. Далее информация о погоде на выходные. Партнер прогноза – фабрика мороженого «Ангаре». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Бломбир на йогурте «Ангаре». Это когда вкусно – полезно. По прогнозам синоптиков, 2 и 3 июня в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ночью прохладнее – 16 выше нуля. Ветер северо-восточный – от 8 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 16 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новости вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова